Срочные новости с официального сайта mk.ru. Лена Миро разыграла собственную смерть. Почему в гибель скандальные блогерши больше не верят? 23 апреля сообщения о смерти блогерши Лены Миро начали распространяться в сети. Согласно новостным изданиям, она умерла в Соединенных Штатах Америки в результате автомобильной аварии. Лена Миро была известна своими провокационными постами в социальных сетях на протяжении многих лет. Ее репутация настолько скандальна, что некоторые из ее подписчиков даже сомневаются в достоверности сообщений о ее смерти. Разбираемся, почему люди не верят в то, что Миро больше нет. Слава к Лене Миро, настоящее имя Елена Мироненко, пришла через ее блог в живом журнале. Блогерша регулярно публиковала в нем провокационные посты, в которых, не стесняясь, поливала грязью российских и зарубежных звезд. Но начинала она как писательница. Елена работала переводчиком в Москве, параллельно став писать художественные книги. Вот только мало кому они были известны. Подобного добра на полках магазинов полным-полно. Добра, конечно же, в кавычках. В тот момент и родился псевдомин, под которым Елену узнала общественность – Лена Миро. Позднее Лена вспоминала, как ей удалось-таки пробиться в книжный мир. По ТВ шел популярный сериал «Германики. Школа». Издатель ей предложил Елене написать две повести по мотивам телепроекта. Лена согласилась и, как оказалось, не прогадала. Книжки разлетались, как горячие пирожки. Прилично заработав. Лена бросила работу переводчикам и стала вести блог в живом журнале. Писала о добром, полезном, вечном, но читали слабо. Тогда любовник Миро, известный журналист Андрей Шмаров, посоветовала ей добавить в блог скандальности. И что называется поперло. Блог быстро вылезть в топ самых скандальных публикаций в ЖЖ. При его видении Лена не скупилась на мат, обвинения, откровенную ложь и выдумки. Ее любовник помогал ей во всем, давал советы. Через какое-то время Миро рассталась со Шмаровым и переехала в 2018 году в Штаты. И перед этим вышла замуж за фотографа Ричарда Прайда, с которым познакомилась в Таиланде. Из Соединенных Штатов Америки Лена продолжала вести блог, прилично зарабатывая на рекламе. Но время шло. Конкуренция росла, реклама становилась все меньше и меньше. Меньше становилось, соответственно, и публикации. А после родов Лена и вовсе забросила блог. Лишь изредка в нем появлялись перепечатки новостей из жизни звезд, прежней скандальности уже и не пахло. Родив ребенка, Миро окончательно забросило свое сетевое детище. «Последние посты в блоге датируются мартом 2023 года. Блог закрыт. Перерыв это или навсегда время покажет», – написала Лена. «Что не так со смертью Миро?» В апреле 2024 года анонимный пользователь оставил тревожный комментарий на блоге Лены. Он утверждал, что девушка попала в серьезное ДТП в Соединенных Штатах Америки и оказалась в корне. Многие тогда стали размышлять о карме, которая настигла Миро. Анонимный также утверждал, что врачи боролись за жизнь Лены, но, к сожалению, не смогли ее спасти. Он отметил, что на похороны блогерши приехала только ее мать, в то время как отец не явился, чтобы провести девушку в последний путь. И на данный момент это единственная информация о смерти Миро. Официальных подтверждений этому нет. Нет. Раз официальной информации нет, многие считают, что скандальная блогерша разыграла свою смерть. А на самом деле Лена полностью посвятила себя семье и ребенку. И пустив слух о собственной гибели, она таким образом начинает жизнь с чистого листа, стерев скандальную биографию. Между прочим, то же самое говорили и когда не стало пригожено, как пишут в комментарии. Или, к примеру, когда не стало Пушкина, но появился Александр Дюма. Тоже пишут в комментариях. А мы вернемся к статье. Заодно и подзаработав на этом. Ведь книги Лены до сих пор продаются в сети. На маркетплейсах несложно найти ее художественные произведения, книги на тему фитнеса и похудания. И теперь после известия о возможной смерти Миро можно ожидать всплеска интереса к ее литературным творениям. Блогерша Лена Миро умерла после аварии. Последние фото. Ну, обязательно напишите свое мнение в комментариях, как вы считаете, насколько вероятно смерть Лены Миро или это действительно какой-то фейк, созданный для того, чтобы подзаработать на этом и начать жизнь с чистого, как тут пишут на mk.ru, листа. Также, между прочим, первый русский пишет об этом. Все рано или поздно заканчивается. Кем была Лена Миро, которую хоронят в Соединенных Штатах Америки? Известный блогер, которая регулярно перемывала косточки представителям русского шоу-бизнеса, навсегда пропала со связи с поклонниками 25 марта 2023 года. Удивительная история про человека, которого никто не знал лично и которая на грязи и клевете подняла к себе интерес, написала продюсер Яна Рудковская вместо некролога, узнав о смерти в Соединенных Штатах Америки известной в России блогерши Лены Миро. Загадочная смерть в Америке. В социальных сетях, которые были для Миро единственным средством связи с читателями, она неожиданно попрощалась со всеми странным образом. Все меняется и все требуют изменений или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет, блог закрыт, перерыв это или навсегда время покажет. Загадочно сообщила Миро в марте 2023 года и пропала со всех радаров. Спустя год экспертное журналистское сообщество взбудоражило новость о смерти девушки в Соединенных Штатах Америки. Со ссылкой на свои источники СМИ сообщили, что 42-летняя Лена Миро попала в Соединенных Штатах Америки в автомобильную аварию, впала в кому и умерла, не приходя в сознание. Как оказалось, даже отошедшая вначале от всех блогерских, потом и в мир иной Миро, не давала покоя обиженным ей знаменитостям. Будет держать ответ. Миро уехала жить в Америку, потому что в России на нее было написано столько заявлений, что там была бы ни одна уголовка. Написала в своем телеграм-канале Яна Рудковская. Продюсер также высказала недоумение, как блогер могла жить в таком негативе, когда тебя проклинают за твои статейки несколько десятков людей. Есть такое выражение «карма настигла» означает, что человек рано или поздно будет держать ответ за все, что совершил в своей жизни. Написала Рудковская в телеграм. Почившая блогерша получила известность едкими статьями в живом журнале о представителях русского шоу-бизнеса, из-за чего регулярно попадала в скандальную историю. Но мы знаем, что представители русского шоу-бизнеса и так и так регулярно попадают в скандальные истории. К примеру, это голая вечеринка у Ивлеевой, куда попали большинство этих скандальных представителей русского шоу-бизнеса, которые пошли туда с голыми жопами. И все они уже в престарелом, большинство, во всяком случае, таких как Филипп Киркоров или Лолита, уже в престарелом возрасте. И они все сияют своей голой пятой точкой. И в этом виновата не Лена Миро, а они сами. Открывают свою пятую точку и демонстрируют всей стране. А нужна ли страна? Стране это голая пятая точка этих престарелых. В одной из своих последних статей в 2022 году Миро объясняло стремление Пугачевой в иноагенты России тем, что Алла искренне считает себя нашим всем. И ей быть ничего ни за что не может. Вымысел или реальность? Блогерша высмеивала интерес светских изданий к персоне Собчак с детьми, с бывшим и настоящим мужем, бывшей женой действующего супруга и их посещению израильского посольства, из-за которого подозревают всех. Главным достижением Собчак Миро называло то, что Ксения стала известной тамадой, которая много путешествует, в том числе пешком, в Прибалтику для расширения кругозора. Известно, что многие из селебрити грозили погибшей судебными разбирательствами. Блогерша долгие годы строила свой публичный образ на грани вымышленного и реального. Никогда никто доподлинно не знал, кто за ней стоит, существует ли она на самом деле, это или продюсерский проект. Сообщил телеграм-канал только никому. Его автор назвала новость об уходе Лены Миро из разряда «Кто знает, тот поймет», а ее саму личность, которая была окутана кучей легенд и которая ушла, набирая вокруг кучу просмотров и провоцируя теории заговоров. Очень интересно, кто сможет и возьмет и в управление ее ресурсы, с которым публично срались многие звезды шоу-бизнеса, задались вопросом авторы паблика. Но мы видим, что в России все СМИ, они скандальны, и даже тот же самый первый русский очень любит перемалывать, перемывать другим кости. Пишите свое мнение в комментариях.